Перешагнув через бездыханное тело жреца войны, проходим дальше и оказываемся в лабиринте. Хотя по факту тут все просто, заблудиться будет сложно. Идем направо, потом налево, потом еще раз налево, направо и прямо. Смотрим под ноги и не падаем в ямы. Готово. Но есть тут и секретный сундук. Для того, чтобы открыть его, вам нужно отыскать 5 платформ, на которые надо будет встать в верной последовательности. В этом вам поможет эта карта. Встаньте на платформу правильно, она загорится зеленым. Совершите ошибку красным и нужно будет заново. Активируйте все 5, награда ваша, сундук в центре лабиринта. Пройдя через коридоры, подходите к воротам и открывайте зал со следующим боссом, Погром Голгородом. На самом деле Голгорода я боялся гораздо больше, чем он того заслуживал. И сейчас он оказался гораздо проще, чем в мое первое прохождение рейда в Destiny 1, о котором я рассказывал в недавнем видео перед рейдом. Но если все же в какой-то момент вам станет совсем невмоготу проходить его, то на помощь вам придет сервис, который спонсировал выход этого ролика. Dwing.net Старый и проверенный сервис, который отлично подойдет тем игрокам, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит свое время и нервы. На сайте ты найдешь массу предложений по помощи в завершении сложного квеста, триумфа, прохождение рейда, получение заветного экзота и, конечно же, в освоении контента дополнения Королева Ведьма и нового сезона Добыча. Сайт работает давно, новинок в ассортименте при этом появилось много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на Dwing есть все, чтобы облегчить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TRIPLEWIPE мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору и получай ответ. Итак, что там с Огром? Вот что нужно сделать. Разделите вашу команду на группу из двух и четырех человек. Первые будут отвлекать на себя внимание босса и отстреливать снаряды, которыми он будет атаковать, а остальные четыре игрока наносят урон. Для того, чтобы начать этап, отстрелите каплю, висящую под потолком. Когда стадия начнется, враги появятся вдоль правого и левого прохода, а также на задней части комнаты. В первые несколько минут этапа сосредоточьтесь на уничтожении всех противников, пока не появится ведьма Улья с желтой полосой здоровья. Убейте ее как можно скорее. После чего команда из четырех человек должна вернуться к месту, где вы устанавливали флаг для зарядки патронов и способностей. Посмотрев на потолок, вы увидите снова появившуюся каплю, но теперь чуть левее. Дело в том, что таких мест для капель будет шесть, и появляться они будут поочередно с левой ближней до дальней правой. Слабое место голгорода Урон будет увеличиваться с каждой следующей сбитой каплей. К комфортному нанесению урона будет мешать несколько факторов. Куча мобов, так что кидайте под себя гранату или горстку пепла, ставьте кладези, иначе вас или затолкают, или загрызут, или просто половина патронов будет влетать в бегущих крепочков вместо босса. Кроме этого, каждая капля накладывает на одного из стоящих в ней людей дебаф под названием «Нестабильный свет». Он действует в течение шести секунд с обратным отчетом и приводит к взрыву игрока. Чем-то напоминает механику грядущего задержания с рейда «Хрустальный чертог» на Атеоне. Отличие этого дебафа в том, что сам человек, пораженный им, не пострадает от этого взрыва, а вот все, кто находится рядом с ним, мгновенно погибнут. Чтобы предотвратить это, отойдите от своей команды до взрыва, а затем присоединитесь к ней. Дружеский совет. Взрыв от дебафа наносит неплохой урон по боссу, так что будет здорово, если вы будете не просто отбегать от команды куда-нибудь наверх, а еще и подбегать под ноги босса и дамажить его. Теперь, что делает вторая часть команды, та пара, что отвлекает на себя внимание Огра. Ей нужно удерживать взгляд Голгорода во время фазы нанесения урона. Для этого нужно выстрелить в большой светящийся нарост на его спине, напоминающий паука. Это заставит Голгорода развернуться и начать атаковать игрока. Пользователь получит дебаф под названием «Взгляд Голгорода», который будет длиться 18 секунд. Он также заставит грудь Голгорода открыться для команды нанесения урона. Два игрока, на которых действует взгляд Голгорода, всегда должны находиться на противоположных концах друг от друга. Это делается для того, чтобы у одного из игроков всегда была возможность стрелять по спине, а второму было проще разворачивать внимание Огра таким образом, чтобы грудь, в которую вносят дамаг, была комфортно развернута к команде внизу. Я рекомендую начинать последовательность перехвата внимания с одного из мостиков за боссом, как раз, чтобы Голгород смотрел на команду из четырех человек. Как только вы привлечете его внимание и получите его взгляд, бегите к месту падения первой капли и как бы вставайте за команду, наносящую урон. Чтобы четверка игроков была между вами и Голгородом. И не забывайте громко отсчитывать таймер обратного отчета, чтобы второй игрок на противоположном конце зала вовремя смог перехватить взгляд и также развернуть босса. Этот босс будет стрелять самонаводящимися снарядами в того, на ком дебаф взгляд. Так что отстреливайте их, чтобы быть в безопасности. И, кстати, если вы охотник и вы решите уйти в инвиз, имея на себе взгляд Голгорода, баф спадет и он потеряет вас из виду. Фаза урона тем самым тоже прервется, поэтому старайтесь уж в инвиз как-нибудь не уходить. Вам нужно постоянно менять взгляд Голгорода между двумя игроками, двигаясь вдоль последовательности из шести капель, пока не закончится фаза нанесения урона. Обратите внимание, что капли довольно плотные и их нужно прям нормально раздамажить, чтобы они сломались. Поэтому старайтесь их раздамажить заранее, чтобы в нужный момент не терять времени, и она упала быстро и вы смогли той командой, которая наносит урон, добежать до следующей лужи. В среднем за две-три фазы из шести таких капель босс должен развалиться вполне легко. Надеюсь, у вас получится разобраться с этапом быстро, благодаря моим советам. Впереди еще один этап с прыжками и два полноценных этапа рейда. На прыжках будьте внимательны и не отлетайте на пинающихся молотках, выскакивающих из стен. Отойдя до первого балкона с круглой платформой, не забудьте забрать секретный сундук, путь к которому можно проложить через невидимые парящие платформы. Разглядеть их можно только достав призрака. Далее в видео я покажу вам путь к сундуку, а на этом пока все, услышимся в следующем видео, и спасибо вот этим ребятам за подписку на страницу Boosty Triple Vibe и поддержку моего канала. Присоединиться к ним можно по ссылке в описании. До связи! Субтитры сделал DimaTorzok